Всем привет! С вами Дарья Эдрей и мы сегодня с вами будем проходить игрушку Люциус. Мы начинаем прохождение новой хоррор игры. Я не буду распинаться пока, что это за игра. Я думаю, вы все поймете без меня. Я буду параллельно по каким-то моментам комментировать, почему мне эта игра понравилась. Игрушка старая. А пока давайте создадим свой профиль для игры. Поехали. Дарья Эдрей. Прекрасно. Создаем профиль. Итак, по параметрам я вроде бы настроила. Я надеюсь, меня будет максимально хорошо слышно. Что ж, новая игра. Важно казаться всем хорошим мальчикам. Они не должны ни в чем тебя заподозрить. 6 июня 1972 года. Адски холодно. Я так понимаю, это называется глава. Смотрим заставочку. По моему мнению, музыка, кстати говоря, здесь лишняя. Вот такая музыка, которая была еще в начале. Она видна. Главное здесь. Видите, она пропала, но она была лишней. Пора задуть свечи. Не забудь загадать желание, дорогой. Это мой мальчик. Очень хорошо. С днем рождения, сынок. Ты видел это, отец? Да, быстро они растут. Готов поспорить, ты можешь вспомнить мой шестой день рождения, как будто это было вчера. Мэри, убери, пожалуйста. Люциус может помочь тебе с посудой. Он может сегодня лечь спать позже, чтобы поиграть со своими новыми игрушками. Но в 10 он должен быть в кровати. Да, мэм. Позже сегодня вечера. Посмотрим пока такой фильмец. Мне, кстати, по графике чем-то напоминает, я не знаю почему, но... L.A. Noir. Noir. Правильно даже говорить. Тоже классная игрушка детективная. Может, даже запилим обзорчик на канале. Не обзорчик, даже прохождение. Я проходила эту игру. Вот, жду второй части с нетерпением. Если она вообще будет. Мне очень нравится, как... Не знаю, даже, может быть, графика в этой игре не настолько шикарна, но мне почему-то так нравится, как они это все сделали. Вот эти... Скажем, видео-моменты. Это видно какой-то... 10 часов нам нужно быть в кровати. Давайте-ка... Вот. По поводу управления. Тихо, тихо, тихо. Кнопка мыши номер один нам показывает. Окей, я нажала информацию на игровом экране. Отлично. Что дальше? Выбранное сейчас умение. Я не знаю, что... А, вот внизу нам, видите, показывают умения, какими мы обладаем. И что мы можем... Индикатор обнаружения. Текущий уровень умения. То есть... Текущий уровень силы нам показывают. Я нихрена вообще не запомнила пока. Тем не менее. Давайте-ка пойдем. Наша нянька зашла в холодильник. Мы играем за мальчика, которому является по ходу дьявол. И просит его убивать. Просит его совершать преступление. По неизвестной причине. Но просто он нашел, видно, в мальчике что-то. Чтобы прятать, доставать предметы, нужно нажимать кнопкой мыши 2. Вторая кнопка, правая мыши. И я спрятала сейчас замочек. Чтобы открывать двери, нужно указывать на них и нажимать кнопкой мыши 1. Смотрите. Я... Видите, да? Курсор, да? Прямо посередине экрана рядом с Люциусом. У меня курсорчик. В чем... В чем неудобность этого момента? То есть, если я хочу подойти к какому-то предмету, да, и открыть его. То мне приходится полностью, да, эти наводить на какой-то... Вот, допустим, я хочу подойти к выключателю. Который находится выше меня. Мне приходится, соответственно, поднимать выше курсор. И из-за этого полностью весь экран, весь обзор поднимается выше. То есть, это достаточно... С одной стороны, может показаться непривычным, неудобным. С другой стороны, мы можем смотреть на игру, да, с разных постоянно сторон. Абсолютно с разных. Снизу, сверху, сбоку. И... Может быть, это плюс, может быть, минус. Кому как. Мне кажется, как идея сама, это очень даже неплохая идея. Закройте дверцу в холодильник. Мы закрыли. Теперь, указав на нее замком, нажав кнопку 1. Мы открыли. Ну-ка, закрой-ка. Мы... Давайте-ка достанем замочек. Замочек достали. Вот мы, опять же, на правую кнопку мыши. И теперь закрываем дверь. В холодильнике недостаточно холодно. Окей, мы заперли холодильник с нашей няней вместе внутри. И теперь... Вот видите, я вот должна подгадать сейчас момент. Я должна повысить... Понизить, точнее, температуру в холодильнике. Посмотрим заставочку. Того, как наша няня просто погибает внутри от холода. Мне нравится, как сделаны эти заставки. Может быть, эта игрушка недостаточно крутая по графике. Но вот эти замедленные моменты, они делают свое дело. То есть, сейчас идет такой момент. Да, женщина напугана. Женщина в шоке. Здесь холодно. Ей нужно выбраться. А дверь не открывается. И она действительно пытается достучаться. И вот эти вот... Видите, как это круто сделано? Крутые парни не смотрят на взрывы, да. Поэтому Люциус у нас не посмотрел на дверь, за которой стоит няня. Он просто совершил убийство. Намеренное убийство мы с вами совершили. Опять музыка. Что это за гребанная птица? О, смотри на него глаза. У него прям... О, боже, господи. Да я бы скрылась от таких часиков. Посмотрите на зубы. А вот и наша няня, которая уже, походу, мертва в холодильнике. Она даже... Не знаю, обычно люди от холода, они же засыпают, да. То есть, не просто же замерзает. Она просто упала. Просто упала, видно. Я не знаю, что... У нее, по крайней мере, глаза, наверное, должны были быть закрыты. Но с открытыми это как-то выглядит эпичнее. Очень жаль, что нет перевода. Я так понимаю, это говорит детектив, который расследует эти убийства все. Я пытался помочь. Но эти все вещи, они настолько странные. Я ответственен за то, что происходит. Я должен раскрыть эти убийства. Я, в принципе, я просто краткий перевод. Я надеюсь, я надеюсь. Это все связано, это все, как мы видели, все нитки ведут к этому мальчику. Все связано с этим парнем. Я надеюсь, я правильно поняла, от имени кого мы говорили. Людсус. Прекрасное начало. Важно казаться всем хорошим мальчиком. Они не должны ни в чем тебя заподозрить. Мы горим? Этого я не ожидала. То, что дома горит, я точно не ожидала. Я ничего не делала. Я ничего не делала. Таймер поставила, ребятки. Я поставила таймер. Людсус, ты и я, наконец-то, одиннадцать. Ничего страшного, можешь мне доверять. Ты же знаешь, кто я? Я пришел поговорить с тобой о твоем призвании, мальчик мой. Каждая жертва, которую ты принесешь мне, будет делать тебя большим и сильным. Это очень просто, Людсус. Ты можешь изменить свое будущее и стать пластелином всего сущего. Но нужно еще, ой, как много сделать. У тебя столько всего впереди. Возьми записную книжку со стола, нажав кнопку первую мыши, это левую. У меня есть кое-что для тебя. Давайте возьмем записную книженцию. Я, видите, как неудобно. Мне неудобно, я иду к книжке, но не могу ее взять подобным образом. То есть, мне нужно наводить курсорчик, который находится за Лукасом. Людсусом, господи, Лукасом. Открою инвентарь, нажав Е. Мы открываем инвентарь, и у нас там книжка. Нажимаем на книжку. Тебе понадобится эта записная книжка, она поможет тебе в твоем приключении. Прекрасно, дневник. Я так понимаю, у нас здесь даны все диалоги написаны, да? То, что кто с нами говорил. Тут няня. А, тут все, в принципе, диалоги. Пора задуть свечи. Вот наш Люцифер. А, это Люцифер, в принципе. Люцифер с нами разговаривает. Дьявол и... А, Мэри, это вот наша няня. Давайте нажмем на мигающий стикер Мэри. Горчатая Мэри. Мэри чистит холодильник. Я нашел замок от стола. Он может пригодиться. Мэри замерзла насмерть. Я должна вернуть замок на место, чтобы никто не заподозрил, что это был я. Правильно, да, действительно. Если женщина помирает в холодильнике, а холодильник заперт кем-то, то ясное дело, что попахивает убийство. Давайте спрячем записную книжку и нажмем на правую кнопку. А вот и фонарик. Он поможет тебе находить дорогу в темноте. А вот, да, и фонарик, и, я так понимаю, батарейки. Берем батарейки, берем фонарик. Давай возьми свои новые игрушки, посмотри, как они работают. С удовольствием. Ге. Какой смышленый мальчик. Так вот, я так понимаю, тут можно колесиком, да, менять предметы. И для того, чтобы нам зарядить с вами фонарик, просто вставить в него батарейки, нам нужно сначала нажать на кнопку 1. Я же нажала. Все, нет? Вставьте батарейки. 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 И на фонарик. Блин, твою мать, я просто... Ну-ка, еще раз. Батарейки. Нельзя использовать совместно. Батарейки. И фонарик. Все, я отлично, я создала предмет. Новый фонарик с батарейками. И возьмем фонарик. Фонарик только... Теперь, Люциус, тебе нужно кое-что сделать. Очень важно, чтобы тебя не поймали. На кухне ты оставил замок на двери холодильника. Тебе нужно взять этот замок. Люциус, и спрятать так, чтобы никто его не нашел, иначе они обнаружат тебя. Я, кстати... И поверь мне, ты не хочешь, чтобы это произошло. Кстати говоря, я могу фонариком управлять... Теперь иди, возьми замок, пока взрослые не проснулись. Я могу фонариком управлять только кнопками хождения, а не мышкой. Это херовенько. Давайте выйдем. Стирание памяти можно использовать, если никто... Если кто-то поймал тебя, он все забудет. У нас есть тирание памяти. У-у-у-у. Да тут по стелсу нужно все походить, походу. Ух, ночка будет. Очень интересные заставки. Мне действительно нравится. Мне действительно нравится, как сделана эта игра. Вот особенно такие замедления во время убийства. Мне будет интересно посмотреть, что будет дальше. Так, Люциус проснулся. И почему-то все трясется. Бег, левый шифт. Открой карту, нажав М. М. Это В, простите. Блин, М далеко-то как. О, карта еще. Хера себе. Так, это я. Со смайликом отмеченной. Если вы видите смайлик, то это я. Это я. Мне зелененьким показано, куда походу идти. Мне нужно спуститься. Это спуститься или подняться? Это, наверное, спуститься. Подняться. Ну, хер бы с ним, короче. Масштаб. Масштаб карты. Да, это масштаб. Это верхний, нижний этаж. Верхний этаж. Все отлично. Нам, да, нужно спуститься походу. Окей. Давайте закроем карту МК. И попробуем пробежаться. Прекрасно бежит. Все замечательно работает. Шкаф можно открыть. Посмотреть, что в шкафу. В шкафу мячик. Можно взять, кстати говоря, мячик. И кинуть его можно? Кинуть можно мячик. Все, прекрасно. Все, разобрались, как работает пока. Пойдемте потихоньку к холодильнику. Нам показана дорога. О, черт возьми. Это кто-то из взрослых? Ну-ка, М. Так, мне сюда, потом поворот и через холл огромный. Все тут тихо по стелсу. Мне же сюда? Да, через огромный холл. Я же туда иду? Сюда куда-куда? Часы. Это... Это холл? Я, может, не туда иду? Нет, туда, что это я. Чшшш. Комната для гостей. Закрыто. Я не туда пошла. Может, дальше? Комната для гостей. Нет. Я все правильно заходила. Что-то мне... Что-то мне... Что-то меня обманывают. А, вот здесь, наверное. Вот нам в эту дверь. Я, к сожалению, не видела эту дверь. Мне достаточно темно. Я пыталась найти настройки повышения яркости. К сожалению, их здесь нет. Поэтому, ребятки... А что так провисло? Люциус, просто спускаешься по лесенке. Это... Холл Друм. Холодильник. Нам туда не нужно. Давайте посмотрим по карте, куда нам идти. Так. Мы сейчас с вами спустились. Я не совсем понимаю... Заперто. Я не совсем понимаю, куда мне идти. Сюда? Да. Это у нас... Динненька. Обеденная комната. Комната для ужина. Даже я бы так сказала. Есть какие-то догадки? Да. Нам сейчас с вами нужно пройти. Вот куда-то... О, господи. Я не туда кнопка. Ну-ка. Куда-то вот сюда. Аккуратно. Осторожно. Пока... Все спят. Вот эта комната. Зловещая комната. Нам нужно с вами взять. Замок. Замочек. Берем замок. Прячем его. Новая запись. О, боже мой. Телекинез? Телекинез? А как же спрятать? Твою мать, я не успела прочитать. Я не успела посмотреть вообще, что такое телекинез и что это. Почему так много оставляют на потом? Детектив Маккаффин. Что тут у нас? Похоже на сердечный приступ, сэр. Женщина упала в холодильной камере. Это, вероятно, случилось из-за резкого изменения температуры. Ей было 50 с чем-то лет. А, ну, теперь понятно, почему она, в принципе, умерла с открытыми глазами. Типично для женщины его возраст. Вы говорили с хозяином дома? Нет, сэр. Они ждут вас на кухне. Надо потише звук сделать в диалогах. Ну, или, в принципе, вам, если так нормально, то вы напишите там в комментариях или что-нибудь. Скажите мне, как вам. В принципе. Как может происходить что-то подобное, этот детектив? Это был какой-то приступ? Мы это расследуем, но в целом это все похоже на несчастный случай. Я прошу, чтобы ни вы, ни прислуга не заходили на кухню, пока мы здесь все не уберем. Просто успокойтесь и проводите вашу жизнь в порядке. Спасибо, детектив. Мы сделаем все возможное. 12 июля 1972 года. Курение убивает. Да, курение убивает. Не курите. Люциус проснулся. У нас опять заставочка, заставочка. Итак, кто это? Что это? Зачем это? Я так понимаю, нужно будет сжечь этого чувака? Какой-то пинчуга. Я не знаю, кто он нам. Дядя, может быть. Может быть, еще кто-то. Привет, Джин. Слава богу, что ты здесь. А тут творится полный бред. Это может иметь очень негативные последствия в год выборов. Это личное дело, несчастный случай. Пресса не будет сюда лезть. Я об этом позаботился. Не перевели. Я всегда могу рассчитывать на себя, Джин. Чувствуйте себя как дома, пока я разберусь с кое-какими бумагами. Если что-то понадобится, всегда можете позвать меня. Никуда не спеши. Новая запись записной книжки. Давайте же посмотрим, что у нас там написано. Мэри. Так. Нашел замок. Так, это мы читали. Я взял замок. Я должна положить его в карман, чтобы никто не нашел его. Он может пригодиться потом. Все правильно. Действительно, мы так все правильно сделали. Джин, да? Джин. Коллега отца Джин. Он иногда приходит к моему отцу по делам. Я ненавижу, когда он курит в гостиной. От этого у меня просто болит голова. Прекрасно мы поняли, что Джину, походу, что-то яд, наверное, от какой-то подсыпать будет в выпивку. Потому что Джин похож на пропитого алкаша. Поэтому закроем наш дневник. Индикатор обнаружения. Кто-то ходит. Индикатор обнаружения. А я бы хотела посмотреть. Вообще, вверху у нас наши силы. Как переключаться между телекинезом? Это Q, E. Ясно? А остальные все... О! Я смогу повыше... О! Шикарно! Вообще, охрененно. Давайте я вот повыше вам сделаю. Вот так, чтобы было все видно хорошо. И пойдем. А куда мы идем? М? Так. Нам нужно идти, опять же, вниз. Мы уже знаем, как вниз идти. Побежали. Нас уже, в принципе, ничего здесь не пугает днем. Потому что нас никто пальнуть-то не может. Мы ничего не сделали. Кто это? Это... Разве не видишь, что я выполняю тонкую операцию? Почему бы тебе не пойти вниз и не посмотреть телевизор? Или заняться еще чем-нибудь? Ну, я не знаю. Ты прешь... Прешь... Нам не перевери. Ты, по-моему, что-то тыпсишь. Пропал стол. И пропали все вещи. Крутая игрушка. Ну, всякое бывает. Остерегайся крестов. Они делают тебя уязвимым. А где крест? Чтобы мне так уж знать. Остерегайся крестов. Это не крест. А где кресты? Вообще такая игрушка, конечно. Страшная. Ну, в плане того, что вообще существуют такие вещи. Это, конечно, все по типу оманы. Если вы смотрели фильм, то... Если вы не смотрели, да, посмотрите. Хотя, в принципе, фильм так себе. Ну, как так себе. Обычный фильм ужас. Ничего необычного. Только вокруг него столько шумихи было, потому что он в свое время вышел 06. 06. 06. Это 6 июня 2006 года, да. Остерегайся крестов. Поэтому все они такие вещи... О, боже. Все эти просто игры и фильмы, да, если... О каких-то мальчиков он крест рядом. О, я поняла, в чем дело. Это крест. Это крест, который висит... Они однотипные. То есть нам рассказывают о детях, которые кого-то постоянно убивают. Вот ты где, Людсус. Дай-ка поглядеть на тебя. Кажется, ты сильно вырос с тех пор, как мы виделись. Последний раз, походу, он сказал. Я не успела прочитать, но и не важно. Что? Я могу на тебя нажать? Я не могу взять спички. Спички? Как твоя учеба? Потому что меня сейчас пальнут. Это я... А что это такое? О! Ну-ка. Хватит крутиться вокруг, ты меня нервируешь. Я могу взять это. Что это такое? Это мне нахер не нужно? А вот это? Это мне тоже нахер не нужно, походу. Я должна что-то придумать. Я должна придумать... Что-то, чтобы убить этого дядьку. Идь, идь. Видишь, как я? Вот ты где, дай-ка поглядеть на тебя. Воу. Ой, неприятности иногда случаются. Уверен, что все в порядке. По-моему, либо у меня здоровье... Да-да-да, крест рядом. И я должна отойти от креста. Я отхожу от креста. Как твоя учеба? Я выключаю телевизор. Продолжай, я даже не смотрел. Мне нужно тебя выгнать, правильно? Чувак, мне нужно тебя выгнать отсюда. Каким-то образом. Вопрос каким? Давайте посмотрим на карту. Может быть, нам что-то отмечено? А, что это так не отмечено ничего? Вот мы здесь находимся. Догадки мои, конечно. Ну-ка, давайте от креста отойдем подальше. Я не могу выйти на улицу. Я могу подойти к пианино. Пианино без инструмента нечего делать. У педали и болты на... Хера себе. То есть я должна еще найти педали? Прикрутить, что ли? Фиковенько. Тем не менее, у нас есть замок. У нас есть телекинез. Да, мы можем чем-то управлять. Но как этим пользоваться? Ай. На Ай ничего не происходит. Давайте-ка посмотрим управление. Параметры. И настройки управления. Телекинез на двойку. Давайте-ка назначим. Ох, хер, пусть на двойку. Один нормальный телекинез. Два, три, четыре, пять. Прекрасно все поджечь. Поджечь? Поджечь? Пять. Окей, ушки. Давайте попробуем двойка. Я могу испробовать на этом детске телекинез. Хватит крутиться вокруг, ты не нервируешь меня. Ну-ка, поближе. Чувак. Ай. А что я могу сделать? А что я могу телекинезом сделать? Мамка. Здорово, мам. Не беспокойся, Мэри сейчас в гораздо лучшем месте вместе со своим мужем. Подождите, а что мне с телекинезом делать? Мне бы хоть объяснили, как управлять им. Было бы круто. Явно телекинез не то, что нам нужно. Может быть, нам нужно поджечь пятерка? Пятерка нам не доступна. Нам доступен только телекинез. Я что-то могу... Слушайте, а может я крест могу свалить телекинезом? Вполне возможно, что телекинез нам дан за этим. Нет? О, подожди, что я могу делать? Это телекинез. Как он работает? Как работает телекинез, ребятки? Было бы круто, если бы вы мне рассказали, как работает телекинез. Лучше этого не придумаешь. Как работает телекинез? Твою мать. Курсор, который не навести. Смотри, как дебильно сделано. А? А! То есть, мне нужно как-то мужика согнать с места. Давайте попробуем. Твою мать, а я могу... А, ты меня тут обнаружил. То есть, мне здесь нельзя ничего делать. Кто зашел? Это ко мне зашли? Здесь меня не видят. Отлично, я должна что-то... Это все? Это все, что я делаю с этими предметами? Это все? То есть, я должна брать предметы и швырять их в дядьку? Херак. Дядька идет? Твою мать, это дико сложно на самом деле. Вы не представляете, как это сложно? Это сложно. То есть, я могу брать... Черт, мне кажется, обнаружили. Идите-ка нахер. Это не я. Я с пьяниной играю. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та. Это не я. Мам. Мам. Мама, ни хера не видит ничего. Че делать-то с телекинезом? А если мамка меня обнаружит? Тебя видит? Херонька. А че делать? Что мне делать с этим мужиком? Этот мужик курит. Правильно? Ну-ка, давайте записи посмотрим. Нет, не туда. Нет, туда. Че это? Не туда. Ну-ка. Окей. Он иногда-то приходит. Может быть, нам что-то опять же взять нужно. А может быть, и нет. А, мамка приходит. Может, мне забереть комнату? Ну-ка. Закройся. Сейчас закроем. И применим... Не сюда. Применим замочек. Твою мать. А замочек-то не применяется. То есть, нельзя, да, сюда замок повесить? Херонька. Херонька, мои дела обстоят. Убираем замок. Сюда можно пройти. Прекрасно. А что мне здесь делать, собственно? Мне нужно что-то, скорее всего, найти. Нет. Нет, это все не то. Может быть, огреть тебя лопатой? Нет, зарубить тебя ножом. Ножом? Нож? Нож? Ну? Уже? Это нельзя использовать таким образом. То есть, мне нужно придумывать еще... Газовая печь с видимой системой безопасности. То есть, мне нужно придумывать еще... Какие-то штучки. Дрючки. Это... Круто. Что, мне рыцепаящикам предлагаете? Блин, мне херово рядом с крестом. Я вам хочу сказать. Я переключусь на телекинез? Ну-ка, дай мне эту бутылку. Все? Это реально все? Нет, да я же что-то должна сделать. С этим чуваком. Заткнись, мразь. Ну-ка. Я не могу это взять. Меня палят. Вот здесь я могу это взять. Вот ты где. Так, ну-ка, уберем спички. Потому что нас палят спичками. Ты не видел мои спички? Я не видел твои спички. О! Чувак, я могу что-то подсыпать, наверное, сюда. Что мне делать с тобой? Ты в холодильник пойдешь, и мы тебя запрям там? Ну все тебе, хана, мразь. Ну-ка, ку. Быстро. Печь оснащена с тем, которая предотвращает утечку газа. Для этого мне нужен какой-то инструмент. Я украл спички, он может прикурить только от печи. Я должен устроить для него ловушку. Ма-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все. Тихана, мразь. Нет, я тебя ничего не видела. Уйди. Меня сейчас запалят, но я должна найти какой-то инструмент для того, чтобы... Ну возьми уже, мы сейчас что-нибудь найдем для того, чтобы нам... Слушай, а... А чем я могу реально? Нам нужно найти либо какое-то... Нет, здесь я вряд ли что варикон не знаю. Кажется, кнопка немного болтается. Наверное, можно взять у уборщика отвертку, починить ее. Этот пьяница сам точно никогда этого не сделает. Я видела наверху... Уборщик. Так. Так, так, так. А, подожди-ка, а может по ящикам порыться? Здесь нету ничего. А тут? Можно что-то взять? Зачем мне открывать ящики? Можно ли мне что-то взять в этих ящиках, если я их открываю? Мусорные пакеты. Что это? Это не нажимается, это не кликабельно. Так, здесь, здесь ничего. Что-то наверху, внизу нету ничего. Хлебницы нет. Нет, 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 это все не то. Печка, печка в печи. Печи, что-то в печи. Печи, ничего нету. Наверное, ничего нету, потому что я не вижу умений от фонарика. Что это? Что это? Сковородки всякие. Наверное, нужно пойти наверх. Блин. Мне опять спернуть у него спички, что ли, нужно будет? Окей. Я, пожалуй, пойду-ка наверх. И к этому уборщику пойду. Дыгаем. Оп. Все. Спрячем. А то что-то мы с сортверткой разгуливаем. Так, мне не сюда, мне вот сюда. Чего не фризи? Закрыли дверь. Мамка. Херба с мамкой. Так. Все, иди, мужик. Ты видел мои спички? Иди. Нет, я не видел твоей спички. Иди отсюда. Сейчас будет совершено убийство века. Угу. Дверь-то закроешь, может, с собой? Сука. Двери надо закрывать, мразь. Отвертка есть. И мы с вами... Ага. Развинчиваем. Предмет использован правильно. Убираем отвертку. Отвертку. И нажимаем Q, чтобы посмотреть, что мы сделали. Я сломал печь, но Джин об этом не подозревает. Теперь нужно просто подождать. Я подозреваю, можно встать где-то в уголке вот здесь. Ну-ка, ты где, мразь? Иди-ка сюда. Иди сюда, сука. Я тебя сейчас... Здравствуйте. Блин, эти кресты. Как твоя учеба? Я не учусь, чувак. Я только убиваю. Давай-давай-давай-давай. Вставай, жопа. Подними свою. Подними-ка свою жопку. А от камин ты что, не прикуриваешь? Слушайте, а свет можно подушить? Круто. Крипово. Сейчас создадим атмосферку. А, это и там, и тут? А-а-а. А-а-а. Ну ладно. Давайте, чтобы вам все видно было хорошо. Постоим здесь. И посмотрим на происшествие. Нам же не нужно? О! Ох. Поджигай, поджигай. Херак и все. Жесть. Жесть. Очередь. Ужас какой. На, нечи курить. Правильно? Детектив идет. Детектив идет. Папанька наш в шоке. Ну, что я могу сказать, господин Вагнер? Все это теперь... Все это цепь несчастных случаев, довольно подозрительно. Джин управлял моей компанией и был другом семьи на протяжении многих лет. Даже не знаю, как их обезьяновать. Я знаю, что вы переживаете тяжелые времена, но мы должны проводить расследование. Мне нужно поговорить с вашим мастером об утечке газа. Ее не должно было быть. У меня было ощущение, что в доме происходило все-то странное, но я не мог понять, что именно, поэтому я решил сделать шаг назад и посмотреть, что будет. Через несколько недель раздался звонок, как раз, когда жизнь возвращалась в нормальное русло. А в этом богом забытом доме произошел еще один несчастный случай. В тот день шел дождь, кажется, был вторник. Уборщик, известный пьяница, ремонтировал ванну на нижнем этаже западного крыла. Магаффин, да? Как его там? Остерегайся, Кристоф, они делают тебя слабее. Мы уже поняли. Опять к Люциусу пришел дядька Цифер. Дружбан закадычный. В этом... Здравствуй, Люциус, мы встретились. В этой игре одни заставки. Смотрю, у тебя отлично получается, Гай, я горшусь с тобой. Спасибо. Но мне нужно научить тебя более, так сказать, тонким умениям, которые тебе пригодятся. Дядь с удовольствием. Ты можешь натренировать свое сознание, перемещать предметы силы мысли. А ты только сейчас мне решила рассказать? Сейчас покажу, как это делать. Нажмите двойку. Нажала. На виде курсор на игрушечную машинку нажми и удерживай. Херак, на, дядька Люцифер. Прекрасно. Все? Теперь ты можешь перемещать предмет с помощью мышки. Теперь также нажми и удерживай одновременно две кнопки мышки. То есть я могу его брать и вообще удерживая, удерживая. Так, теперь. Теперь попробуй переместить предмет в коробку. Помню, что во время использования этого умения твоя сила уменьшается. Подожди-ка. А, вот коробка. Ну-ка. Эть, а где машинка-то? Ну ладно, давайте просто ее возьмем. Одной кнопкой мыши. Одной, одной. А что делать вторая кнопка мыши? Просто не понимаю. Твою мать. Это сложно. Твою мать. Это достаточно сложно. Все. Прекрасно. Спасибо. Все? Это все задания? Это умение также позволяет ломать предметы. Попробуй разбить чашку кофе. Чашку для кофе. Господи, что ты так трясешься-то? Что-то почему? Что происходит? А, жесть. Очень хорошо. Я даже не поняла, что это... Телекинез также позволяет включать технику. Попробуй включить радио. Где радио? Это радио. Не радио. А где радио? Я бы с удовольствием его включила, если бы знала, где оно. Где радио? А, вот. Теперь ты знаешь, что делать, сын мой. Ты должен продолжать свою миссию и приносить мне души. А, я тебе еще души приношу. Будь осторожным, но беспощадным. С какие пор простое убийство приносит тебе душа? Вот самоубийство, это одно дело. А убийство, это уже... Другое. У некоторых людей более слабый разум, и ими можно манипулировать. У-у-у-у. 4 августа 1972. Настроение. Смерть. Опять заставки. Мы опять проснулись. Да, был вторник. Ну, я не знаю, был ли вторник, но лил дождь однозначно. С электричеством явные неполадки. И я думаю, мы с вами продолжим уже в следующем видео уничтожать сантехнику, по-моему, да? Я не помню, кто там был уже. Потому что на сегодня хватит. Мне очень понравилась игра. То, как она сделана. Графика достаточно неплохая, в принципе, для игры такой давности. Вот. И очень интересная задумка, сюжет. В общем, мне понравилась. А вам? Напишите в комментариях, понравилась ли вам игра. Почему? Как бы вы, например, какие бы вы методы убийства выбрали для тех персонажей, которые у нас были до этого. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. И подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем до следующего видео. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok